Инна Збекев-Куров обсудил с секретарем Совбеза Республики ход расследования дел об участии в несанкционированной акции на Кажевском кругу. Так, Ахмед Зейтов отметил, что в адрес главы Ингушетии обратились многие граждане по поводу задержания их детей за участие в этой несанкционированной акции, которая сопровождалась перекрытием федеральной трассы «Кавказ». По их мнению, многие участники оказались случайно на месте этого публичного мероприятия, проезжая по дороге и наблюдая за тем, что там происходит. Глава региона отметил, в первую очередь, необходимость проводить разъяснительную и профилактическую работу, объясняя людям, что грозит участникам беспорядков и несанкционированных митингов. В адрес главы Республики обратились многие граждане по поводу задержания своих детей на кругу Икажевском по федеральной трассе «Кавказ» в момент перекрытия блокирования трассы, мотивируя тем, что многие из этих участников оказались случайно, по чистой случайности, проезжая по дороге, выходя, наблюдая за тем, что там происходит. Также в адрес главы и в Аппарат Совета Безопасности и к помощному по правам человека при главе Республики обратились и общественные организации, в том числе Совет ТЭПов при главе Республики Ингушетии, а также Совет Ингушского народа. Раньше это организация, так называемая Мехехел. Все они сегодня обращаются с тем, чтобы оказать какое-то содействие в обжаловании тех решений, которые приняты судом. В связи с этим мы обратились к полномоченному по правам человека. Полномоченный по правам человека, в свою очередь, объяснил в рамках закона, какие мероприятия может принимать органы государственной власти. Это единственное мероприятие, то, что мы сегодня вправе делать, это обратиться с ходатайством. У нас сегодня есть несколько обращений, по материалам которых сегодня уполномоченный по правам человека, в свою очередь, обратился и в Магазский городской суд по факту обжалования нескольких материалов. Данные материалы сегодня находятся на рассмотрении, и, соответственно, судебные решения будут приниматься в рамках закона. Во-первых, надо еще раз совместить с прокуратурой, с МВД, вам самому или вашему представительству безопасности и проводить разъяснительную работу, профилактическую работу на телевидении, объясняя людям, что такое санкционированные мероприятия, а что такое не санкционированные мероприятия. И здесь постараться людям объяснить, кто и за что отвечает. Уже те люди, которые подают заявку на проведение каких-либо акций уличных, они отвечают за ряд вещей, потому что за безопасность граждан, которых приглашают, за то, чтобы мероприятия начинались и заканчивались вовремя в рамках тех разрешений, которые, если им дали разрешение. Но это просто надо еще раз людям это разъяснить, это одно. Второе штука – не санкционированные действия, и к чему эти вещи могут привести? Тем, кто участвует на этих акциях на санкционировании. Еще раз людям надо довести, до молодежи довести, что есть вещи, которые непозволительны, если закон не разрешает это делать. Поэтому на этом плане надо каждому стерегаться. Я понимаю, что если с этой темой акции на дорогах не устраивают, потому что на дорогах появляется много зевак, появляется много людей случайных, которые там машину бросили, подошли разобрать, что. И в это время те, кому надо, они снимают на видео, и все раскидывают в соцсети для того, чтобы показать, сколько они на дорогу собрали. Это понятно, это старая тактика, и я вполне допускаю, что некоторые родители там проводят. Но есть ряд детей, которые умышленно пошли на эти социальные вещи, перекрыли дорогу. Это тоже жизненно. Но тем не менее, они не являются ярко выраженными преступниками. Нарушены законы. Здесь, мы уже говорили, полоныш по правам человека, и маму жилища, как секретарь соцсетов безопасности. Максимально оказалось содействие. В плане прошло арктики. Не более того. Здесь надо прийти с родителями. И самими молодыми людьми, которые еще не одержаны, или привод не сделаны, и которые одним с этим не арестованы, не дали им 15 или 10 суток, те, которые оштрафованы уже, им разъяснить еще раз, что второй или третий случай такой же, это может быть уже уголовное преследование. Чтобы они уже остерегались, понимали, что нельзя на эти вещи обращать внимание. Нельзя к этим таким несанкционным действиям вообще подходить. Вообще население само должно понимать, что такое акция на дороге, независимо, федеральная дорога или там муниципальная, и что такая акция там, ну, кому-то определенном месте. Это две разные вещи. Два разных направлений. Этим неспросил бы еще раз профилактику повести. Это одно. По обращениям, там, обратился, совет ТЭПов, при главе республики, и молодежный парламент, и молодежных организаций, там, в частности, обратились там. И сегодня ветераны боевых действий обратились тоже. Тут люди обращаются. Пожалуйста, они все имеют право обращаться. Но при этом они, они и все остальные должны понимать, что глава республики не занимается этой деятельностью. Я только занимаюсь профилактикой. И вы, как старший в безопасности, должны довести до людей это раз. Но у нас с вами есть, у нас с вами есть там уже опробированные рычаги. Как вы уже только что сказали. И, понимаешь, по правам человека, активно в этом процессе должно быть. И вы, как, совет Безопасности, должно быть. Ну, и, конечно, здесь уже, если мы говорим, вопрос стоит о тех, против которых есть перспектива возбуждения уголовного дела, есть уже, есть механизм применения адаптационной комиссии. Здесь тоже включается механизм, в этом нет ничего плохого. Мы это раньше практиковали, поэтому здесь посмотрите по этому поводу. И если есть такая возможность, то давайте поработаем на пароль. Ну, а еще одно из таких направлений, конечно, здесь должно быть вместе, совместно с управлением политикой, проработать эти вопросы приглашения на дискуссионные площадки тех, кто под тем или иным вопросом думает, что надо обязательно проводить митинги. Если, мы уже говорили, ни разу об этом, власть всегда найдет время для того, чтобы с ними провести с этой беседой, они разговоры. И мы никогда от этого не остались, и в прошлом, и в позапрошлом году. То есть, мы уж точно в этом направлении можем являться примером для многих субъектов. Ну, здесь еще раз поговорите, обсудите, если, ну, товарищи, кто себя представляет оппозиции, есть желание общаться с властью, пройти к власти и рассказать, какие у них там вопросы, что у них наболело, мы готовы с ним разговаривать. Ну, уж точно, если оппозиция неконструктивная, деструктивная, если оппозиция, она не системная и является таким индикатором напряжения в обществе, тогда на уровне правопорядка будут реагировать к закону Российской Федерации. Как я сказал еще раз, пообщайтесь, мы должны постоянно общаться с родителями, проводить прокладку, рассказывать и максимально помочь тем, кто случайно или по недоумию попал в вот эти так называемые жернова. Ну, уж те, которые оказывали сопротивление органов правопорядка, понимая, что перед ними закон, потому что это дело не в амонии, дело не в милиционерии, дело в законе, в ихнем лице, если так себя ведут против закона, и тем более сами организаторы митингов всегда радуют на закон. Когда к ним какие-то меры, они все говорят только по закону, тогда надо и акции протестные тоже в рамках закона проводить. Субтитры создавал DimaTorzok